Подпиливание зубов как особо долгожданный праздник, петушиные бои вместо азартных игр, целители, лечащие любые болезни. Этот выпуск о Бали. Считается, что свое название остров получил от балийского слова, означающего силу или героя. Но есть и другие версии, народные. Например, Бали прошло от глагола кимбали, что значит возвращаться. Таким образом, это остров, на который хочется возвращаться снова и снова. Еще один вариант – Бали. Это сокращенное от двух слов – баньяк-либур, что можно перевести как «много выходных». Одна из историй утверждает, что в VII веке один мужчина отправился на остров, когда тот еще никак назывался. По дороге на него напали тигры. И тогда мужчина начал защищаться с помощью подношений бибали, которые состоят из огня, воды и цветов. Средство оказалось на удивление фиктивным, и через какое-то время остров получил это название. А также распространил новую религию, связанную с дарованиями, которая распространилась по всему острову. Остров богов. Так Бали называют как балийцы, так и жители соседних островов. Местные уверены в том, что здесь обитают боги, поэтому почти в каждом доме есть собственный мини-храм, в котором балийцы общаются с высшими силами. Религия же, которую исповедуют на острове, звучит как Агама Хин Дудхарма, она же балийский индуизм. Представляет она собой смесь язычества, буддизма и индуизма. На острове популярны различные ритуалы. Жители Бали постоянно их устраивают. Есть даже ежедневные ритуалы подношения Чананг Сари. Это маленькие плетеные корзинки с цветами и сладостями, вроде конфет и печенья. Балийцы собирают такие корзиночки с целью выразить благодарность верховному богу Сангхьянг Фитхивасу. Иногда в них кладут также рис, который на Бали является одним из основных продуктов. С помощью подобных корзиночек задавривают и злых духов. Тогда содержимое корзинки наполняют кофе, мясом, газировкой и ставят ее на землю. Один из самых масштабных ритуалов, а точнее церемоний – праздник, на котором подросткам подпиливают зубы. В момент, когда они уже не дети, но еще и не совсем мужчины и женщины, и только вступают во взрослую жизнь, приглашается специалист, который спиливает два клыка и четыре резца так, чтобы зубы шли ровной линией. Такая процедура стоит немаленьких денег, а также виновникам торжества приглашается огромное количество гостей и даже музыканты. Балийцы уверены в том, что после спиливания зубов молодые люди избавляются от гнева, жадности, ревности и других грехов. Еще один не самый обычный ритуал, который у балийцев пользуется популярностью и символизирует борьбу добра со злом – петушиные бои, которые являются некой заменой азартным играм. Такие бойцовые птицы есть почти в каждой семье, где с ними общаются даже не как с любимыми питомцами, а как с родными детьми. Когда птица достигает определенного возраста, ее отправляют в бой. Считается, что проигрывает только зло, поэтому злых куриц потом отправляют на суп. А еще на бале особой популярностью пользуются шаманы и даже большие, чем врачи. Если вы смотрели фильм «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли, то наверняка вспомните целителя Китутлиера. После выхода книги и фильма он стал очень популярным и среди туристов. Однако позже выяснилось, что это был некий маркетинговый ход для привлечения путешественников в страну. Но, конечно, на острове есть и другие целители. Реальные целители, которые известны не только среди местных жителей. Циркус – шаман из Чангу. В его доме нет никаких вывесок о том, что он здесь проживает, но его знают все. Если вы спросите у местных жителей, где его найти, вам обязательно подскажут. У циркуса всегда живая очередь. К нему приходят как с самыми простыми недугами – ушибы, растяжения, так и с серьезными. И говорят, что он действительно помогает. После насмотра пациента циркус начинает лечебный массаж с аромамаслами. И нередко во время процесса смеется. Но не над пациентом, а для того, чтобы привлечь позитивную энергию. Так как хилеры не имеют права брать деньги за свою работу, каждый пациент оставляет ту сумму денег, которую посчитают нужным. Как благодарность за помощь. На Вале существует кастовая система. Всего каст 4. Брахманы – священники и святые. Кшатри – воины и короли. Вайши – торговцы и работники администрации. Шудры – обычные люди, таких 90% населения. Представители каждой касты используют свой языковой диалект для общения. В нем содержится 4 уровня вежливости. Чтобы показать свой статус, представители высших каст используют самый низкий уровень вежливости при общении с шудрами. О том, к какой касте принадлежит тот или иной житель, можно догадаться по его имени. Имена брахманов начинаются с Ида Багус – у мужчин, и Ида Айю – у женщин. Имена Кшатриев – с Густи Агунг, Анак Агунг или Кокорда. А имена Вайшев – с Дева, Санг или просто Густи. Следующая часть имени обычно зависит от даты, когда человек родился. Туристы, впервые приезжая на Бали, удивляются огромному количеству разноцветных зонтиков. Без балийских традиций не обошлось и здесь. Задача зонта – защита от солнца. Собственно, зонт здесь так и называется – Тедунг, и обозначает защиту. Но защищают они не только от жаркого солнца, но и от злых духов. На Бали четыре священных цвета – желтый, красный, белый и черный. Иногда вместо него – зеленый, который соответствует цветам основных индуистских богов, которым поклоняются балийцы. Друзья, это был мой небольшой выпуск о Бали. И если вы знаете еще какие-то необычные вещи об этом замечательном, прекрасном месте, пишите о них в комментариях. Будет очень интересно прочитать и узнать ваше мнение об этом острове. И, конечно, не забывайте заходить на мой второй канал об образовании за границей, где я катаюсь по разным местам нашей планеты, посещая учебные заведения. Там я публикую обзоры на лучшие учебные заведения всего мира и рассказываю много всего интересного о том, как уехать на учебу за границу или эмигрировать в другую страну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok